Итак, начнем с короткой презентации института, а затем перейдем к тоже небольшой и, я надеюсь, интересной лекции на тему того... Ну, в общем, рабочее название этой лекции было, правда, по-моему, на сайт поместили не его. «Современное искусство. Понять, принять и полюбить». Учитывая, что одним из флагманских направлений в нашем институте является именно современное искусство, я вам дам несколько таких лайфхаков, ключей к пониманию современного искусства. Итак, что представляет собой наш институт? Да, девиз у нас «Твое творческое будущее». Это действительно такая территория творчества. Учитывая, что институт небольшой, на данный момент в нем обучается порядка 300 студентов. Так, я пытаюсь, чтобы вам все было видно. Может быть, это было не лучшее решение в PDF-е. Так, секунду. Да, учитывая, что факультет является, институт, вернее сказать, одним из достаточно молодых подразделений нашего университета, ну, в этом есть ряд преимуществ, о которых я дальше буду говорить. Вы по ходу копите вопросы, ну, наверное, лучше все-таки припасти их на конец нашей встречи, нашего разговора. Так вот, в институте работают, работает около 150 специалистов. В основном это люди с образованием философским, историческим, филологическим даже. Ну, а если мы говорим о творческих специальностях, дизайн, графика, то там, конечно, члены союзов художников, члены союзов дизайнеров России и так далее, и так далее. То есть творческие профессионалы, чье имя известно не только в городе, в области, но и за пределами региона. Да, если мы берем совокупное количество студентов, которые вот на данный момент обучаются в институте, то тоже, если посмотреть с другими факультетами, посравнивать, оно считается достаточно небольшим. То есть контингент невелик, и чем же это хорошо, спросите вы, а я вам отвечу. То есть есть возможность уделить максимальное внимание каждому участнику образовательного процесса. На некоторых, в рамках некоторых дисциплин учебных преподаватели, ну, работают практически вот в частном порядке со студентами. То есть здесь преимущество в том, что такая, ну, чуть ли не индивидуальная образовательная траектория у нас для каждого студента подбирается. Да, на сегодняшний день мы являемся, наш институт является обладателем 11 образовательных программ, и дальше уже речь пойдет о них. Начнем с бакалавриата. Что такое бакалавриат? Бакалавриат, все мы наверняка знаем, потому что мы наслышаны уже все о баллонской системе. Бакалавриат, это значит, что вам присваивается, во-первых, по окончанию, на выходе из университета, квалификация бакалавра. Но, и, соответственно, учиться вам придется 4 года. Да, и начинаем мы с педагогического образования. То есть направление подготовки, его название звучит как педагогическое образование, и здесь есть два профиля. Изобразительное искусство и музыкальное искусство. Количество бюджетных мест у нас беспрецедентно высокое в 2021 году. А это значит, что, конечно, шансы поступить очень и очень высоки. 35 мест. Ну, педагогическое образование, мы с вами понимаем, да, это для тех, кто чувствует в себе силы, призвание сеять разумное, доброе, вечное. При этом в условиях ужесточения профессиональных стандартов, то есть в школу сегодня, даже если очень захочется, ну, ты попасть не сможешь, да, а всякое бывает. То есть это такая профессия, которая дает вам такие гарантии. Устроиться в школу в качестве или дополнительного заработка, или основного, это уж вам решать. Форма обучения у нас только очная, ну, а срок обучения, как я уже сказала, бакалавриат, это 4 года автоматически. К теоретическим направлениям подготовки перейдем. Культурология. Что такое культурология? Это, по сути, теория, история культуры. Такая вот молодая, но очень перспективная область гуманитарного знания. На Западе больше известная как cultural studies или культурная антропология. И здесь, знаете, как я люблю объяснять, если вкратце, в трех словах буквально, то это, вот берем философию, филологию, искусствоведение, историю, все это смешиваем в один флакон. То есть поле для деятельности у культурологов очень широкое. Если у кого-то интересно, я могу подробнее потом рассказать про возможные перспективы работы, места работы. Да, и количество бюджетных мест. Здесь, соответственно, у нас 15. Экзамены общества знания, истории, русский язык. Да, здесь я на этом не заострила. Внимание, на все творческие направления вы сдаете экзамены в школе, и к нам приходите уже для того, чтобы сдать на базе вуза творческий конкурс. Так, есть у нас еще и такое направление подготовки, как музеология. Это такая вот тоже вспомогательная историческая дисциплина, и на протяжении четырех лет студенты занимаются тем, что изучают музеи, все, что с ними и в них происходит. А происходит в них действительно много всего интересного. Музей сегодня это такая структура, которая динамично меняется и участвует в разных-разных совершенно процессах. Да, ну, экзамены здесь, собственно, те же самые, что и на культурологию, а проходной балл чуть будет ниже, ну, так уж традиционно сложилось. История общества знания, русский язык вам нужно сдать, чтобы поступить на музеологию. Дизайн. Одно из самых популярных и востребованных направлений у нас в институте – это графический дизайн. Ну, профиль подготовки звучит именно так. Раньше был дизайн костюма, но он был не столь востребован, уж не знаю почему, поэтому мы сегодня сосредоточены на графическом именно дизайне. Да, сдаете русский язык и литературу, и приходите к нам, чтобы сдать творческий конкурс. Что еще важно? Ну, специалитет. Учиться придется 6 лет у нас для того, чтобы получить на выходе квалификацию художника графика. Профиль оформления печатной продукции, соответственно, выпускники работают в различных издательствах, типографиях и так далее, и так далее. Чем еще примечательен наш институт? Ну, я думаю, что здесь все-таки магистратур... тех, кого интересует магистратура, пока среди нас нет. Если есть, то спросите. Тогда двигаемся дальше. Что еще? Какие еще важные такие детали следует упомянуть, которые очень здорово характеризует наш институт? Ну, во-первых, это действительно много творчества, много проектной работы, и учиться здесь действительно интересно. Плюс к этому у нас ежемесячно появляются афиши мероприятий, куда входят и лектории, и концертные мероприятия, и выставки. Что тоже позволяет очень здорово разнообразить учебный процесс и сделать его, ну, как минимум, нескучным. Да, и никакой математики, что тоже важно для некоторых людей, которые к нам приходят целенаправленно и позиционируют себя как гуманитарии. Так, еще из таких очень важных вещей мне хотелось бы отметить, что на грантовые средства два с половиной года тому назад у нас прямо на третьем этаже главного корпуса была открыта галерея. Она так и называется, галерея в главном, ну, в смысле, в главном корпусе, где тоже проходят разные активности. То есть это такое пространство, где студенты могут реализовать свои проекты, творческие, кураторские. Часто студенты теоретики, практики у нас объединяются в едином порыве, и получается тоже что-то очень и очень интересное. Если говорить про наших выпускников, ну, во-первых, их много, и очень многими мы по праву гордимся. Вот одним из таких выпускников является Анастасия Черногривова, выпускница 2011 года. Она окончила направление подготовки дизайн, потом уехала в Петербург, какие-то навыки докрутила, ну, скажем, там, итальянский язык, потом увлеклась кулинарией, и вот соединил человек хобби, профессиональные навыки образования. И организовала очень интересный такой кондитерский проект «Марфа». Может быть, вы даже видели в соцсетях, иногда ее тортики встречаются. Да, и сегодня у нее там заказывают их звезды шоу-бизнеса, телекомпании различные. Так, Екатерина Бочарова. Это выпускница уже 2018 года. Катя у нас прославилась тем, тоже дизайнер. И она прославилась тем, что она разработала талисман для чемпионата мира по футболу. Ну, а впоследствии там и для чемпионата мира по плаванию. Выдру по имени Ластик была на передаче «Вечерний Ургант». И дальнейшее ее будущее сложилось очень удачно. Она уехала в Москву, поступила в магистратуру. Пошла, по-моему, по стезе мультипликации, дизайна. Да, Анастия Ременко тоже довольно известная художница в Томске, за его пределами. Она нашла тоже такую свою нишу в изобразительном искусстве. Пишет обчаровательных котиков акварельных. Но она также замечательна тем, что она работала в компании «Яндекс», в журнале «Бурда» и так далее. То есть сотрудничает с различными журналами. Ну и наши теоретики Татьяна Александровна Кузьменко, она же преподаватель сегодня нашего, в нашем институте. Она у нас стала достаточно недавно членом Международной ассоциации специалистов по этикету. Ну и она, соответственно, у нас преподает этику, эстетику, деловую этику. У нее есть очень успешный, к слову сказать, на платформе «Открытое образование», у нее есть очень успешный массово открытый онлайн-курс, который... Так называется, этикет на все случаи жизни. Можете тоже зарегистрироваться и бесплатно его прослужить. Кстати, реализовывала она его совместно со студентами, что тоже очень, так знаете, новаторский такой подход. Ну и Анастей Юрьевна Куклина сегодня... Это тоже выпускница наша, и сегодня она в штате преподавателей. Она же является арт-директором галереи в главном. Ну, то есть тоже такой очень солидный уже кураторский опыт, несколько грантов всероссийского масштаба. Побед в грантовых конкурсах за плечами. И ей тоже есть о чем вам рассказать и чем с вами поделиться своим каким-то опытом. Она у нас преподает такую дисциплину, как теория и практика современного искусства. Вот, собственно, если совсем вкратце, то как-то так. Здесь перечислены контакты наши. Есть группа ВК, очень живая, мы ее регулярно обновляем. Совсем недавно мы запустили сообщество для... Ну, оно так называется, институт искусства культуры... Абитуриенты, институт искусства культуры. Тоже можете нас найти, даже вот через эту группу. Там пока 40 подписчиков, но вся самая свежая актуальная информация в дальнейшем будет публиковаться для абитуриентов там. Там же есть памятники по творческому конкурсу. Там же будет интервью с нашими выпускниками. Примеры работ студентов покажем. Примеры работ творческого конкурса. В общем, вступайте, подписывайтесь и, если что, пишите. Я есть в числе администраторов. Юрьевна там тоже есть. Ну, или можете писать на эту почту. Правда, сейчас мы немножечко уже другую создали для абитуриентов специально. Ну, в общем, лучше пока, наверное, с нами связываться через соцсети. Там уже решим, как быть дальше. Какие у вас есть вопросы, ребят? Я буду рада на них ответить. Нет пока вопросов или я их просто не вижу? Ну, вопросы, я так понимаю, пока у нас не созрели для вопросов. А, узнать про творческий конкурс. Да. Творческий конкурс у нас традиционно проходит, ну, где-то в середине июля. То есть, как только у вас на руках оказывается аттестат или диплом о среднеспециальном образовании, вы можете подать комплект документов в отборочную комиссию Института искусства и культуры. Ну, это где-то ориентировочно с 20 июля, начиная, можно будет делать. Да. И предполагается, что, ну, если у вас в областнике школ, то у вас на руках должны быть результаты экзаменов по общерозавательным дисциплинам. Ну, и потом у вас всех собираем на общий творческий конкурс. То есть, независимо от того, поступаете вы на графику или на дизайн, или на то и на другое, если экзамены ваши позволяют, конкурс единый для всех. Значит, что он в себя включает? Он проходит, там, порядка четырех дней, накануне всегда бывает консультация, и туда входит рисунок, жипси-композиция. Выводится среднеарифметическое по стобальной шкале, и, соответственно, максимум, который вы можете получить за все экзамены, это 300 баллов. Так, рисунок у нас предполагает, раньше это была гипсовая голова, но пандемия внесла свои коррективы, мы решили упростить это задание. Теперь это натюрморт. То есть, это академический рисунок, выполняемый с помощью карандашей разной степени мягкости. И там будут предметы как регулярной формы, ну, например, гипсовый конус, цилиндр, так и какой-то сложный предмет. Ну, например, я вам сейчас просто накидываю примеры. Пара ботинок, да, какие-нибудь предметы обуви, или коряга какой-то сложной, да, такой формы. Живопись – это натюрморт из, ну, трех-четырех предметов, холодной или теплой цветовой гамме, в зависимости от того, кому какой билет достанется. И там сочетаются предметы разной фактуры. Ну, допустим, стеклянный кувшинчик или эмалированный бидончик, яблоко какое-нибудь, афорское. В общем, здесь, конечно, немаловажно передать фактуру, почувствовать фактуру этих. Да, мы даже в том году проводили творческий конкурс очно. Я вот увидела ваши вопросы в чате. Потому что есть определенные риски. Ну, скажем, если бы мы объявили о том, что давайте отправляйте нам работы почтой, ваши работы могли где-то затеряться, потом бы мы кого-то не зачислили, не учли в рейтинге. Затем, ну, может рисовать за вас кто-то, а не вы. То есть здесь очень много рисков, и все-таки мы в том году проводили очно, но в хорошо вентилируемом помещении, с соблюдением социальной дистанции, антисептиками и прочими благами пандемии. К творческому конкурсу, конечно, можно и нужно готовиться заранее. Для этого, ну, я призываю вас вступить в группу, где есть прямо памятка. Что с собой надо взять? Какие материалы? Какой формат? Да, потому что для рисунка формат А2, для живописи, по-моему, А3. Так, я вот еще, знаете, не сказала чего. Да, да, то есть, скорее всего, это все будет точно происходить и в этом году тоже. Рисунок сказала, живопись сказала, в чем заключается испытание по живописи. Композиция. Композиция представляет собой, задание по композиции, иллюстрацию стихотворных строк. Отрывок из стихотворения будет зачитываться вам прямо на экзамене. Ну, в прошлом году это было такое, знаете, детское стихотворение, что-то там про лошадок, которые разлинованы словно тетрадки, что-то, знаете, чуть ли там не Маршак. Да, по-моему, сам Юй Якович Маршак это был. И дальше уже кто во что гораст. То есть, композиция, задание по композиции, чем хорошо, оно дает простор для творчества. Единственное, что там обязательный этап, это выполнение фор-эскизов, чтобы преподаватель, экзаменационная комиссия видела, как у вас в голове идет вот этот творческий поиск. А материалы там любые, любые графические материалы. То есть, это могут быть маркеры, это могут быть краски, это может быть тушь-перо, да, что угодно. А живопись, кстати говоря, там либо акварель, либо гуашь, в чем вы себя комфортнее чувствуете на выбор. Ну, а рисунок это кардаши, тут уж без вариантов, разная мягкость. Да, и вот каждый оценивается по стабальной, нужно набрать не менее 60, по совокупности, за творческий конкурс, потому что в противном случае считается, что вы экзамен завалили. Надеемся, этого не произойдет. Так, готовиться к творческому конкурсу. Ну, во-первых, насколько мне известно, идут курсы, но об этом нужно узнать на факультете до вузовской подготовки. Вот сейчас, в течение года, идут курсы. Где-то в июне они, по идее, должны закончиться. Если еще не поздно, наверное, можно запрыгнуть на этот поезд. Так, критерии оценки есть? Ребят, я как-то вот памятку не предусмотрела, слушайте. Но, да, сейчас подождите, я, может быть, сейчас попробую как-то вам показать критерии. Так. Пока еще что-нибудь спросите. Сейчас быстренько. Ну, вот по рисунку, например, покажу. На примере рисунка. Памятки у нас есть в соцсетях, что довольно удобно. Так. На сайте тоже должны быть, к слову сказать. Угу. Прекратите. Угу. 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 Так, секундочку, ищу вам критерии. Получается. Вот, внимание на экран, смотрите. Значит, что представляет собой задание по рисунку? Формат А2, как я уже сказала, время, которое предполагается на выполнение этого задания, три дня по четыре часа, и того 12 академических часов. Вот, ребят, не астрономических, потому что потом начинаются какие-то претензии. Но мы на берегу предупреждаем. Академические часы, 45 минут, час. Задание, суть этого задания, вот как примерно будет выглядеть на Тюрморт, ну, в очень стилизованном виде. Что взять с собой? Малярный скотч для закрепления бумаги на Мольберте, бумага для форескизов, возможно. Так, бумага непосредственно для рисунка, она выдает, сейчас про стипендии скажу. Этапы работы, соответственно, как-то так это все должно выглядеть. И вот критерии оценки прописано, то есть качество композиции на листе, насколько грамотно вы закомпоновали, выявление конструктивной основы, грамотность тонального решения, владения материалом рисунка, общие художественные впечатления от работы. Как-то так выглядят критерии. Так, что касается стипендии, оценки есть? Так, я не поняла про оценки. Владислава, уточните, пожалуйста. На платном стипендии нет, но, повторюсь, у нас рекордное количество бюджетных мест, нам Министерство образования любезно в этом году выделило, поэтому, ну, надо поступать, ребят, когда, если не сейчас. Для сравнения, в том году на дизайн у нас было 6 бюджетных мест, из них одно место стабильно занимает человек с особым правом, это олимпиадники, ну, допустим, да. Итого 5 бюджетных мест было всего, да, на все про все. А нынче бюджетных мест 15. Ну, сами посудите, да. На ИЗО в том году, на педагогическое образование было 21 бюджетное место, в этом году 35. На графику 11, а в этом году 20. Ну, то есть разница очевидна. Ну, да, единственное, что вот на платное обучение, там даже предусмотрена система скидок, потому что мы понимаем, что суммы баснословные устанавливает Министерство образования. Но, да, у нас предусмотрена система скидок в случае успешного прохождения всех вступительных испытаний. Но единственное, что да, стипендии вы получать не будете. Есть академическая стипендия, есть повышенная академическая стипендия, но платником туда, да, путь заказан. По композиции, по живописи. Так, скажите, пожалуйста, человек с труднопроизносимым здесь именем, удобно ли вам, если вы меня найдете в соцсетях, а я вам по запросу пришлю, всем высылаю и вам пришлю. Или сейчас непременно нужно вывести на экран. Я просто для вас еще приготовила, ну, как я уже говорила, лекцию, хотелось бы до нее дойти. Ну, вы ответьте, пожалуйста, напишите. Если нет, то я найду и точно так же выведу по композиции, по живописи. Или уже по запросу. Если можно сейчас. Ну, хорошо, давайте сейчас, так сейчас. Так, давайте. Секундочку. Ребят, может, я еще чего-то не учла, поэтому тоже не стесняйтесь, задавайте вопросы. Будем налаживать, устанавливать контакт. Ребят, может, я не знаю, что такое. Так. У меня к вам вопрос встречный. Здесь среди вас выпускники старших классов, правильно? Выпускников колледжей нет. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Смотрим композицию. Время здесь уже немножечко поменьше, нежели на рисунок. Выделено два дня по четыре часа. Тоже академические часы. Материалы, как я уже говорила, техника свободная, поэтому материалы вы вольны выбирать такие, которые для вас предпочтительны. И это должна быть ассоциативная композиция по мотивам стихотворных строк. Ну, что взять с собой мы здесь тоже как-то так вот изобразили. Бумагу для палитры приносители, ну, либо пластиковую палитру. Тоже скотч. Материалы, соответственно, художественные. Критерии оценки здесь такие. Компоновка. Последовательность работы, то есть фор-эскизы обязательны. Ну и оригинальность, конечно же. Чтобы не было штамповочки. Так, и чего я вам еще не показала? Живопись. Давайте живопись посмотрим. Я вывела на экран живопись. Внимание. Написать натюрморт, составленный из нескольких предметов, разной фактуры, в холодной или теплой цветовой гамме, как я уже говорила. На выбор акварель, куашь. Ну, вот как-то так. Везде есть вот этот критерий общих точных впечатлений от работы. Сюда входит все, что не было описано выше. Ну, надеюсь, понятно стало, да, более-менее. Ну что, тогда перейдем к нашей небольшой научпоп-лекции. Надеюсь, у вас есть еще силы и желания, потому что вначале я вас немножечко хотела бы поспрашивать. И, надеюсь, рассчитываю на вашу включенность, на вашу активность в чате. Итак. Ой, секундочку. Операция сейчас была. Так. Так, буквально две минуты. Нету технические неполадки. Да, ребята, еще у меня такое для вас объявление. В начале июня пройдет очень крупный фестиваль паблик-арта прямо на территории университетской рощи. Он будет проходить между медицинским университетом, корпусами и нашими. Привет, очень крутые художники. Андрей Люблинский, Владимир Абек. Вот недавно они тоже в Томск. Приезжали с тем, чтобы разведку территории узнать, такую разведку на местности устроить. Так вот, мы хотим уже туда привлекать наших абитуриентов в качестве волонтеров, чтобы у них была возможность установить какие-то связи, пообщаться, может быть, даже... Ну, это будет очно проходить, как бы сказать. Поэтому накануне мы хотим такую, знаете, экспресс-школу, как сегодня модно говорить, медиаторство устроить. Тоже объявление об этом будет на нашем сайте и в соцсетях. Если вам это интересно, то, пожалуйста, включайтесь. Потому что, еще раз подчеркну, да, будет возможность познакомиться как с очень крутыми художниками, чьи работы там в Русском музее есть и так далее, так и с действующими студентами пообщаться с преподавателями своими будущими. В общем, если кому-то интересно, то спрашивайте, ладно. Ну, там небольшая она будет буквально, там, одна-двухдневная эта школа, экспресс-медиаторство. Ну, а по итогам мы, конечно, всем выдадим благодарственные письма. Итак. Презентация длинная, грузится долго. Ну, я хочу, чтобы вы пока поразмышляли на тему того, что такое искусство. Потому что сейчас у меня будет к вам несколько таких картиночных вопросов. Я вам буду показывать картинки и хочу, чтобы вы мне ответили на один простой вопрос. Искусство это или нет? То есть это, ну, своего рода, будем говорить, угадайка. Такая вот будет. Друга. Тяжелая загружаю. Да, да, не учла я этот момент, к сожалению. Ну, постараюсь тогда покороче излагать и как-то сократить заготовленное для вас. Теряем время. Ну, я могу пока ответить еще на какие-то вопросы. Ну, а вообще тоже позвольте узнать, вот большинство здесь собравшихся. Вообще, кто на какие направления подготовки метит? То есть в основном, я так понимаю, здесь все-таки творческие люди у нас собрались, которые именно что-то руками могут делать, рисуют. Там хорошо, да? Да, кстати, окончание художественного школы никаких преимуществ не дает. Мы, у нас все в равных условиях, в общем. Потому что были такие прецеденты, когда к нам поступали талантливые самоучки. Дизайн, графика. Ага, вижу. Ну, тоже очень такой популярный вопрос, частенько на этапе приемной кампании. Чем дизайн отличается от графики? И я в таком случае советую сходить на сайт ТГУ, посмотреть учебные планы, сравнить, где прописано, что вы будете изучать в течение 4 лет на дизайне, в течение 6 лет на графике. Ну, конечно, обучаясь на направлении подготовки графический дизайн, там вы будете, даже если на входе вы не умеете вообще работать с графическими программами, редакторами, то уже ко второму курсу вы очень заметно поднотореете в этом плане. Потому что там и анимация будет уже на втором курсе, и там даже что-то вроде моушн-дизайна. Да. Ну, кстати, знаете, бывало и такое, бывает и такое, что у нас люди учились на дизайне, а потом как-то больше устремились и реализуют себя в сфере графики, в том числе иллюстрации. То есть такое тоже бывает. А если мы говорим о графике, ну, там, конечно, самые разные техники графики. Оригинальный, станковый, печатный, да, все вот это изучается. Техника плоской и глубокой печати. В смешанных техниках себя пробуют у нас графики. Обязательно проходит. Ну, во-первых, ну, это даже не от института, есть такой конкурс, как WorldSkills. Да, и там обязательно наши студенты выступают, берут обязательно места. Сначала на региональном этапе, потом на всероссийском даже. Во-вторых, во-вторых, у нас еще проходят там разные конкурсы. Пленэр есть международный, у них «Белая земля» и еще разные там творческие конкурсы. Всех названия сейчас не вспомню, но, в общем, да, у них такая очень активная, насыщенная, выставочная, творческая жизнь. Вот сейчас у нас, кстати, в Центре культуры, в ТГУ, проходит выставка плакатов, которые выполнены в рамках там одного курса. Ну, и вообще, конечно, обучаться на творческих специальностях очень здорово, потому что со второго курса, начиная, у нас студенты уже фрилансят, как дизайнеры работают, создают свой какой-то бренд. Я в Инстаграме на них на всех подписана и с радостью слежу за их успехами. То есть уже чего-то какие-то проекты берут, логотипы разрабатывают для компаний. Ну вот, кстати, из недавнего одна фирма «Спортивная одежда» обратилась с тем, чтобы вот разработали какой-то такой... В общем, к дизайнерам нашему обратились они, с тем, чтобы им помогли. Итак, давайте начнем. Это кусочек лекции, который я тут готовила для студентов. Мне захотелось с вами его тоже обсудить, на вас его обкатать, скажем так. Искусство или нет? Я вам показываю сейчас картину, а вы мне говорите, пишите в чате, как по-вашему это художник выполнил или ребенок, быть может. Будут ли у нас версии? Искусство. Не искусство, говорит Алена. Не совсем. Виктория, дипломатичный. Вот это не совсем нравится мне. Итак, мнения разделились. Кто-то говорит, что искусство, а кто-то говорит, что там возня. Едем дальше. Как быть? Будто фломастер нарисовали. Да нет, это масло, холст масла. Вы не поверите, да. Ладно, едем дальше. А это? Этот портрет. Похоже, что да. Искусство. И знак приблизительно, да? Около искусства. Искусство. Поняла. Ну, в общем, да. И правильный, скажем так, ответ здесь. Это художник 20 века. Кес Ван Донген. Да. Написал такую вот француженку. Так, ладно. А это? Что по-вашему? Искусство или как? Вот видите, как у вас чутье работает. Это, да, это такой ранний Кандинский. Недавно приезжала в Томск художественный музей и выставка его графики. И это его такие опусы. Диаграмма 17. Известное произведение. Вот этот калаш. Это по-вашему искусство? Конечно, да. Не? Ну, в общем, это тоже произведение искусства. Не удивляйтесь. В 20 веке был такой художник, который брал гардеробные номерки, трамвайные билетики. И все это на плоскости соединял. В общем, он так и писал, да, так и любил говорить, что, ну, а чем все это хуже, да. Такой вот мусор собирал, да, и говорит, ничем не хуже, чем холст, краски. Почему бы нет? Куршвиттерс. Так, а вот эта штучка, как по-вашему? Не искусство. Ну, не будет тянуть время, да. На самом деле это искусство еще какое. Один из самых дорогих ныне живущих художников Дэмиан Хёрст, американец. Вот есть у него и такое в анамнезе. А это... На обложку ВОК поместили, на минуточку. Ну, в общем, да, вы правы, Инна. Это действительно рисунок ребенка. Итальянский ВОК, вот буквально июньский номер, по-моему, за июнь 2020. Они соригинальничали и поместили рисунок ребенка на обложку. Так, ну, тут тоже можете голову поломать и предположить искусство это или нет. Буквально предпоследний пример. И уже мы подбираемся к сути. Как вы думаете, эти бетонные коробки, это искусство? Да. И вы правы, Виктория. Да, это искусство. Был такой художник замечательный, Дональд Джадд, который... Ну, в общем, он, как сегодня принято говорить, топил за такую принципиальную вне утилитарность искусства. Ну, то есть можно предположить, что вот сюда заходи, живи, или использовать это можно как, ну, я не знаю, автобусную остановку, или еще для чего-нибудь, для каких-нибудь нужд. Но нет, Дональд Джадд, он, вот, да, что-то такое очень нефункциональное делал. Ну, и вот тоже очень интересный такой кейс. Да, эх, я тут анимацию не скрыла. Растан Тавасиев, московский художник, который создает свое направление в искусстве. Он говорит о том, что мягкая игрушка, и это не обязательно бегемотик, она является как бы, да, согласна, название забавное. Так вот, он говорит, что игрушка является полноценным соавтором его произведений. И вот теперь у меня вопрос с вами. Пока мы тут гадали, искусство это или не искусство, давайте с вами попробуем сформулировать каждый здесь присутствующий, какой-то один главный критерий, который позволит нам отличить искусство от чего-то, что выдает себе за искусство, но им не является. Как вы думаете, что это за критерий? Какой-то параметр один хотя бы мне назовите в чатике. Собственное видение. У детей тоже очень своеобразное видение, но искусство ли это? Вы сами сказали, что нет. Качество, а здесь мы, качество здесь, конечно, да. Креативность, вот-вот-вот уже что-то, да, тепло. Креативность. Так, версии больше не будет, да, видимо, у меня вот девчонки самые активные. Вика, Алена и Владислава. Ну, тогда давайте посмотрим, что же такого произошло, ну, спойлер небольшой, в 20 веке, что искусство изменилось до неузнаваемости. Ну, наверняка вы можете там припомнить, ну, я не знаю, ну, все мы с вами в курсе, как выглядит Джоконда Леонардо да Винчи. Вот тут качество, да, казалось бы. А что такого случилось, что теперь бегемотопись, это тоже искусство, которое, к тому же, выставляется там в белых стенах, в галереях, в смысле, и продается за огромные деньги. Так вот, видимо, что-то такое произошло. Давайте с этим разберемся. Тезис номер один. Искусство, оно очень гибко реагирует на все, что происходит в мире. То есть оно не в вакууме у нас пребывает, а реагирует на то, что происходит в мире и в науке, к слову сказать. Ну, давайте обратимся к этой, для того, чтобы убедиться в правдивости этого тезиса, давайте обратимся к картине Клода Моне «Сток сена в Живерни». Перед нами совершенно такой банальный местечковый пейзаж. На первом плане «Сток сена», второй и третий, задний план, они тоже проработаны художником. Но спустя два года, в 1888 году, он создает уже цикл из 25 работ, который называется «Стога сена». И посмотрите, что он делает. Я полистаю, а вы пока следите за рукой, как говорится. То есть, что он делает? Выходит в чистое поле, с самого утра уже на низком старте, солнце встает, и вот он писал, писал, в течение дня работал с разными несколькими холстами. И что изменилось по сравнению с картиной 1986 года? Вроде бы название даже такое же, «Сток сена». Но что-то, наверное, изменилось. Все, иссякли, устали. Ну, в общем-то, смотрите, здесь сложно немного. Ну, хорошо, давайте упрощу вам задачу тогда. Смотрите, здесь смещаются акценты. Художнику уже не важно, что изображать, но ему важно, как это изобразить, какими приемами и средствами. Понимаете, в чем дело? И что этому способствовало? Так, 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 что-то, какой-то глюк с анимацией. Да, так вот, в письме своему другу он так и писал. «Я пристрастился к серии различных эффектов, но меня очень расстраивает, что я не могу, хоть и очень стараюсь, передать вот эту мгновенность». В этом вся оригинальность метода художника, и это то, на чем стоит вот то направление в искусстве, представителем которого он являлся, импрессионизм, передача, фиксация момента, первое впечатление от натуры. А вопрос, да, здесь опять же, кто может передать натуру более точно и более быстро, чем художник? Ну, конечно же, фотограф. Ну, вот фотографии, какие-то искусства у нас появляются во Франции в 1838 году, Луи Даггер, изобретатель. А расцвет она своего достигает в Англии, оттуда очень быстро этот вид искусства распространяется по Европе. Ну, и фотография, конечно, очень сильно потеснила художников в деле быстрого и совершенного изображения натуры. Ну, а раз так, художникам надлежало отстроиться от конкурентов. Понимаете, да, конкурирующая фирма. И что было важно сделать в связи с этим? Акцент делается, соответственно, на цвет, потому что фотография здесь, извините, уступала. Да, хорошо, Алена, всего вам доброго. Ну, да, акцент на цвет. Итак, еще одно очень важное изобретение это то, что в 1841 году был запатентован тюбик. Тюбик из олова на тот момент, что было очень дорого. В общем, тот тюбик, которым мы с вами каждое утро сталкиваемся, когда чистим зубы, например. А еще изобретение. Потом и фото стало цветным, да, естественно, не сразу, но мы пока говорим про такие ранние этапы развития фотографии. Тут они конкурировали с живописью немножечко, да, и по части цвета, конечно, живопись могла дать фору фотографии. Так вот, смотрите, что делали художники раньше. Если им хотелось из мастерской куда-то выйти, на пленэр, на открытый воздух, то они брали с собой вот эти вот свиные желчные пузыри, они затвердевали на воздухе, да, их завязывали узелком, внутри были краски, краски там сами собой тоже не появлялись, их растирали долго и упорно, разводили все эти пигменты порошковые. Так вот, ну и чтобы воспользоваться краской, чтобы выдавить ее на палитру, нужно было проткнуть этот пузырек, потом заткнуть гвоздем, да, и так далее, и так далее. В общем, это было неудобно, долго, муторно, и неудивительно, понимаете, что краски растирали под мастери у художников. Так вот, неудивительно, что раньше, представляете, ребят, холсты, картины продавали на вес, потому что это было дорого, и художники не могли себе прежде позволить эксперименты. Вот то ли дело сейчас, представляете? Был запатентован тюбик, вот тут вам эволюция этих красок в тюбиках представлена за несколько десятилетий. Да, и краска, с одной стороны, краска в тюбике, а с другой стороны, потянулось очень быстро и другое изобретение, портативный мольберт. И это позволило художникам работать да где угодно. Вот картина так и называется. Клод Манев с женой в своей лодке-студии. За мольбертиком тут сидит, себя рисует. И на лесной опушке тоже можно присесть, порисовать. В общем, художники выходят на пленэр из душных, тесных, темных мастерских. А пленэр, работа на природе, это то, без чего вообще себе невозможно представить импрессионизм. Так, что-то как-то все плохо листается. Но со временем, понимаете, другие художественные группировки решили, ага, цвет это хорошо, но и этого мало. И они начинают цвет структурировать еще и мазком. Как это делает, например, Ван Гог? Смотрите, у него такой характерный мазок вихреобразной формы. Ничего не напоминает вам, нет? Может быть, вы сможете связаться с каким-то открытием научным. Ой, как-то все плохо листается. Вот эти вихреобразные потоки. Ну, тоже не буду вас мочить. Дело в том, что незадолго до этого открыли турбулентность. Ну, и считается математическое исследование картин Ван Гога, оно показало, что, ну, видимо, его зрению были доступны... Да что ж такое, как-то все плохо листается? Его зрению были доступны эти вихри. Вихревые турбулентные потоки. Да, и тут должна была быть гифка. Красивая. Да, смотрите, другой подход, другая крайность. Другую крайность нам являют работы художников-пуантилистов. Кто учится в художке, тот, может быть, даже знает, да, что такое пуантилизм. Дословно, точечное письмо, точка. И вот, посмотрите, да, то есть они мир делят на такие, ну, цветные веснушечки, да, первокирпичики. То есть мир у пуантилистов, он состоит из разных таких маленьких структурных элементов. Но тут надо учесть, что уже было известно, вскоре теория относительности появится, материя была понята, как дискретная, ну, еще в 18 веке. А в 20 веке уточняется структура, как выглядит атом. Сначала говорили, что это булка с изюмом, потом планетарная модель потеснила, резерфордовская, да, вот эта модель. Так. Ну, в общем, смотрите, да, потихоньку-помаленьку пришли к выводу, что новое искусство, оно не может быть подражательным. Оно должно стать неописательным, а оно должно мир объяснять все-таки. Понимаете, да? И что интересно, вспоминайте теперь наш первый блок, угадайку. Вывод, какой я вам хочу донести сегодня. Искусство, современное искусство, оно не обязано быть красивым, оно вообще никому ничего не обязано. Художник больше не равна туры, он может предлагать, появляется много новых разных альтернативных концепций. И вот, соответственно, ну, давайте пролистаю. Кубизм. Его часто сравнивают с треснувшими зеркалами. То есть, может возникнуть дежавю какое-то, например, вот у Боттичелли еще три грации встречаются. Здесь тоже мотив трех граций, но посмотрите, как по-новому художник видит и решает эту тему. То есть, здесь у него человек, женская натура, предстает как существо неотесанное, такое очень угловатое. А все почему? Потому что он предлагает новую концепцию человека и мира. Вот посмотрите, знаменитый эксперимент Пабло Пикассо. Цикл называется «Упрощение быка». Смотрите, художники-кубисты, они заканчивают тем, с чего художники-традиционалисты, классики начинали. Ну, картины как писали раньше, веки это к 19 и раньше. Есть набросок, эскиз, этюд, и каждый новый день прибавляет что-то новое к этому. А Пабло Пикассо, смотрите, все перевернул с ног на голову. Да, то есть художники-кубисты, они создают какую-то особую, ненатуроподобную реальность. И даже время в этой реальности ведет себя иначе. Вот возьмем хотя бы течение, которое зародилось в Италии в 1909 году, футуризм называется. Футуризм, будущее. Посмотрите, любимый прием футуристов это превратить бегущую собачку в сороконожку, потому что этот персонаж один изображен в разные моменты, пространственные и временные. Этот прием, кстати, называется композиционной симультанности, когда мы хотим показать разные временные моменты. Ну, футуристы, они вообще, знаете, такие товарищи, которые очень ценили время, скорость и преклонялись перед техникой. Они просто упивались достижениями человеческого разума и научно-технического прогресса. Вообще понимание времени меняется, посмотрите, в 20 веке. Вы, может быть, и сами по себе чувствуете, да? Сегодня выходит один айфон, ты его купил, а скоро выходит уже другой. В общем, прогресс не стоит на месте, темп жизни ускоряется. Раньше время, посмотрите, как графически выражалось, очень известный символ, девчонок в колечке часто такие есть, уроборос, змея, кусающая свой хвост. То есть, этот символ подчеркивает, что время циклично и нет ничего нового под солнцем. Все призвано возвращаться на круги своя. Но в 20 веке появляются другие графические представления о времени. Время становится более подвижным, текучим, изменчивым. Да. Ну и раньше считалось, что все полезное, все хорошее было создано в прошлом. Поэтому прошлое священное. А для футуристов, понимаете, они заточены на будущее всем существом своим. На том основании, будущее для них прекраснее прошлого, ну, потому что это будущее. И вот они всеми мыслями там, в будущем. Посмотрите, как радостно они приветствовали и упивались этим прогрессом, достижениями человеческого разума, науки. Электричество в каждый дом пришло. Эта картина называется «Скорость мотоцикла». Мы здесь не увидим мотоцикла, но мы увидим какие-то такие, да, само существо. Ну, а в России кубизм и футуризм слились, ребятки, дорогие. Я, к слову сказать, читаю на Институте искусства и культуры историю искусств от первобытности и до 20 века. Поэтому мы с вами будем более детально с этим разбираться со всем, кто придет к нам учиться. Так вот, ну, хочу вам уже, заканчивая свой спич, показать вот эту картину Малевича. Мы-то его знаем как автора «Черного квадрата», правда? А вот еще одна его картина не столь известная, может быть, не столь раскрученная, но тоже очень интересная. Посмотрите, она называется «Точильщик ножей. Принцип мелькания». И мы здесь не увидим даже сам процесс, да, мы увидим, точнее, мы скорее здесь видим процесс, само такое существо точения ножей. Да, от кубизма что заимствует Малевич? Разложение мира на вот эти вот первые частицы, первые элементы, треугольнички. А от футуризма опять же скорость и вот этот прием симультанности. Да, ну и Малевич считал, что кубисты молодцы. Он приветствовал их эксперименты по кромсанию, разложению натуры. Ну, он сказал, что они дома все это дело не довели. А вот он молодец такой довел. Как? Благодаря своему «Черному квадрату». Ну, вообще говоря, это была декорация. Представляете, декорация к спектаклю, который назывался «Победа над солнцем». Ну, а потом он заперся на два года в мастерской и явил миру свой знаменитый «Черный квадрат». Ну, это не просто «Черный квадрат», а «Черный на белом». Что бы это значило? Ну, Малевич не без гордости говорит, что это живой и царственный младенец, который явился в мир с тем, чтобы покончить с фигуративным искусством, с живописью, которая, вы знаете, как фотография. То есть это уже не актуально. Сегодня, конечно, есть такие художники. Да и вообще, знаете, сначала правильно научиться делать как надо, изучить анатомические пропорции, а потом уже позволить себе вот эту творческую свободу и что-то такое свое придумать. Беги-подопись какую-нибудь или «Черный квадрат», как это сделал Малевич. Так, еще две минутки буквально и отпущу. Вот. Мне последнее хочется вам сказать. Почему такая форма? Какие у вас есть версии? У кого еще остались силы и запал? Как вы думаете, почему именно квадрат? Не круг, не треугольник, не ромб? Есть? Версии будут? Ну, видимо, нет. Ну, теперь я хочу, чтобы вы задумались, подумали о том, что может быть проще, чем квадрат. Представьте себе картинку на компьютере в плохом разрешении. Вот она вся такая пиксельная. А пиксель – это что такое? Это, по сути, тоже такой маленький квадратик. Ну, вот так Малевич дошел до жизни такой. Он говорит, что, идя по пути упрощения живописного изображения, я вышел за нуль формы и цвета. Вот. Ну, то есть это просто как все гениальное, в общем-то. И на выставке, где впервые появился черный квадрат, ну, где он впервые был представлен в публике, он даже поместил ее в красном углу, как икону. Ну, и, конечно, многие коллеги по цеху Малевича считали этот посыл, они сказали, что, ну да, ну да, это и есть та икона, которую господа футуристы ставят взамен Мадонне. Да. Итак, резюмирую. Черный квадрат, он много... Это такая вещь многосмысловая. Там очень много смыслов зашито. Ну, в частности, это символ, знак, эмблема нового искусства. И он, конечно, хотел... Ну, своего рода это окно в мир натуроподобной живописи реалистичной. Малевич хотел это окно захлопнуть. Но ничего он не захлопнул, потому что в 20 веке во второй его половине появляются сюрреалисты. Сальвадор Дали, например, я думаю, вы о нем слышали. Ну, и еще там разные-разные измы. Я вам сегодня рассказала только про импрессионизм, кубизм, футуризм и супрематизм Малевичевский. Но это далеко не все измы 20 века. Поступив к нам в институт, вы, несомненно, со всем этим разберетесь и в чем-то себя даже попробуете. Ну, и, конечно, современное искусство, я надеюсь, даже после сегодняшней моей мини-лекции, оно не будет вызывать у вас отторжения, неприятия. Я хочу, чтобы оно было верно вами понято. То есть, оно не обязано быть красивым. Не-не-не, в 20 веке. Важно художникам какие-то смыслы рождать. Вот это важнее сейчас. Вот. Ну, я хочу вас поблагодарить, всех тех, кто со мной был до конца, всех тех, кто пришел. и я вас жду на консультации какие-то в соцсетях, ну, и, собственно, приходите поступать летом. все на этом у меня. Ой, вам большое спасибо.